Город Героев Город Героев Саратова Город Героев Саратов Город Героев Саратов Приходили только самые тяжелые, больные. Это тянулось где-то месяц-два, я уж не помню. Мы стали искать другие способы заработка. И меня приятель пригласил, поехали за границу. Я съездил с ним за компанию. Мне показалось, что это легкие деньги такие, интересные. Мы ничего не видели в Советском Союзе. Я видел мир в другие страны. Это было очень прикольно. И я ушел в это. Стал ездить в Италию, в Турцию. Было интересно. Я не жалею. Это был очень интересный период. Павел стал заниматься челночеством. В 90-х так зарабатывала добрая часть населения России. Люди закупали за границей вещи первой необходимости и продавали на родине. Павел Ерокин привозил одежду. Когда он выбрал вещи на зарубежных рынках, его стали посещать мысли, что вот здесь он что-то бы убрал. А тут наоборот добавил. Но через какое-то время он понял, нужно создавать свое производство. Ателье готового платья. Здесь работают опытные консультанты, модельеры женской и мужской одежды. В Советском Союзе было неоднозначное отношение к такому явлению, как мода. Первым российским модельером стала Надежда Ламанова, которая в 20-е годы 20-го века отвечала за внешний вид всей элиты. В 1944-м под ее руководством открылся Московский общесоюзный дом моделей. Благодаря ее таланту, целеустремленности и уверенности в правильности действий появилась возможность раскрыть потенциал страны в сфере моды. Новые модели одежды утверждается с участием мастеров швейного дела, специалистов легкой промышленности и представителей искусства. Платье на каждый день. В начале 50-х годов началась активная работа по созданию отечественных модных коллекций. Одним из ведущих модельеров Советского Союза в 60-х стал Вячеслав Зайцев. Его показы проходили в Нью-Йорке, Милане, Париже, Токио. Он был модным волшебником для всех советских женщин. Законодателем мужской моды того периода был Александр Игмант, мастер идеального костюмного кроя. У него одевались практически все известные мужчины конца 20-го столетия в Советском Союзе. В 1986 году ряд советских модельеров пополнился еще одним дизайнером, который изменил ход событий в развитии модной индустрии в СССР. Валентин Юдашкин и его коллекции принесли небывалую славу советской школе модельеров. С распадом Советского Союза в страну хлынул поток новых модных веяний и тенденций. 90-е стали еще более яркими и сумасшедшими, чем 80-е. Постепенно стирались модные границы и различия между Россией и Западом. Модная индустрия начала развиваться в полную силу. И это было только начало. Ну, жизнь заставила. Я создал с нуля швейные предприятия. Вот купил старые машинки на умирающей советской фабрике, скажем так, постсоветской фабрике, которой было много. И многие умерли и закрыли сейчас, к сожалению. Вот. И первый вопрос, который возник, а что шить? Я вначале просто смотрел, а в чем люди ходят, и делал что-то наподобие. А потом я понял, вообще мне вначале говорили, хватит фигней заниматься, пиши там Армани, Ферре и в Москву, там, и там, где-нибудь на рынке, продавай, и все это будет. Может быть, и так, но мне это не понравилось. Я изначально придумал свой логотип, зарегистрировал товарный знак, сертифицировал все как положено. И начал участвовать во всероссийских выставках. И это было правильное решение. Во-первых, это прикольнее. Заниматься своей одеждой, а не делать подделки какие-то и так далее. Вот, что, кстати, криминально. Вот. И время показало, что я пошел правильным путем. И Павел стал расширять свой бизнес, придумывать свою одежду, свой стиль. Первое время пытался как можно сильнее выделяться, создавал провокационную одежду, авангардные дизайнерские вещи со сложным кроем. Затем, помимо фэшн-линии, стал уделять больше внимания базовым нарядам. Ведь самое главное, чтобы продукт был востребован. Спустя семь лет Павел решил, что пора принять участие в неделе моды в Москве. Он был уверен, ему есть что показать. На его первом показе ему аплодировал сам Вячеслав Зайцев. Это был вообще мой первый показ. То есть, я до этого ни разу не делал показа, не было никакого опыта. А это, ну, определенный опыт, навык должен быть, конечно. Потому что я сейчас понимаю, сколько кексов было допущено тогда. Но по отдаче, по принятию, скажем так, у меня не было такого показа. Потому что хлопали минут пять, я растерялся. Я не знаю, как себя вести. Там я остаюсь с цветами, разберусь за спиной. Я потом видел это все на видео и как бы нелепо вел себя. Вот рядом стояла Марика, которая участвовала в показе. Была такая ведущая на МТИ. Вот говорю, может быть, пора. Она говорит, да нет, стойте. Там я так, ну, я стою. Время идет. Слишком долго, конечно, простоял. Сейчас так вообще не принято. Сейчас выходит дизайнер просто. Раз, и ушел. Компания «Доктор Е» была основана в 1999 году. За 16 лет бренд из небольшого предприятия превратился в серьезное производство с большими возможностями. Павел Ерокин дважды представлял свои коллекции на Russian Fashion Week и Volvo Fashion Week Moscow. Участвовал в международной выставке моды в Милане, которая является главной платформой модной индустрии в Восточной Европе, где получил самые благоприятные отзывы. Большим успехом для Павла Ерокина стали коллекции «Бомжевание» и «Трое». В его показах часто принимают участие известные актеры, певцы и ведущие. В одежде марки «Доктор Е» выступали участники конкурса «Новая волна-2011». Также Павел Ерокин выступал художником по костюмам в постановке «Контракт» Алексея Куличкова в Театре на Таганке. С 2012 года запущена более дорогая и менее тиражная линия «Павел Ерокин». Созданная им идея – это сочетание оригинального стиля, практичности и комфорта. А слоган бренда «Доктор Е» – «Другая одежда». В 10 часов Павел уже на рабочем месте. Несмотря на то, что его бизнес процветает уже почти 16 лет, шить он не умеет до сих пор. Процесс создания коллекции происходит так. Дизайнер зарисовывает идею и отдает на реализацию мастеру-конструктору. Она, в свою очередь, создает выкройки и передает их в швейный цех. Немножко заберем, чтобы спина сидела получше. Она немножко выпирает. Ты видишь, да? Вот этого не должно быть. То есть вот здесь захватим немножко. Так, и... Гудочка нормальная по центру груди? Нормально. Ну, может, горловину немножечко поднимешь на полсантиметра. Хорошо? Модные показы – это целое шоу. В них продумана каждая мелочь, каждый шаг и движение, чтобы с точностью можно было передать весь концептуальный смысл коллекции. Была коллекция колонизации. Вот, и мы там... Я решил там сделать... Ну, как будто люди приходят, вот как раньше, фотографироваться семейно. Вот раньше сделать фотографию, ну, даже в 20 веке еще, это было событие. Люди шли туда, фотографироваться. Там вот солидно стояли, там, там... Она сидит, он стоит, допустим, определенные позы были, там, и так далее. Это было целое событие. Вот, я хотел обыграть этот момент. Вот, как люди идут, вот там, как-то причесываются, как-то... Вот, мы попытались это сделать. Ну, говорят, интересно было. Многие дизайнеры специализируются только на женской одежде, преимущественно делают платье. Павел эту тенденцию не поддерживает и старается свои коллекции делать разнообразными. Освоил пошив пуховиков и даже выпустил ряд верхней одежды пуходеллические сны. В своем производстве он использует новые технологии. Например, вышивки делает сам с помощью дорогостоящего оборудования. Но больше внимания все-таки уделяет человеческому фактору и опирается на профессиональных мастеров. Это главные люди нашего предприятия. Это наша совесть. Они определяют нашу совесть. Потому что они отбраковывают, если есть брак. У нас бывает редко, но они внимательно следят, чтобы нам не было потом стыдно. Павел часто говорит, что дизайнерский бизнес очень сложный. И если бы он 16 лет назад знал, во что ввязывается, то, возможно, не стал бы этим заниматься. Здесь нужно крутиться, словно белка в колесе. Я пораженный оптимист. Грех уныний. Он действительно самый тяжелый грех, наверное. Потому что никогда не переживай, не опускай руки. Ну, как-то вот даже в самые тяжелые моменты, были очень тяжелые моменты, потому что бизнес непростой. Нужно и придумать, и найти, из чего это сделать. И сделать хорошо, чтобы это сидело на людях, чтобы это нравилось, чтобы фасон был интересным. И чтобы это продавалось потом еще. Потому что я живу только за счет продаж. Нет ни инвесторов, ни спонсоров. А как потопаю, так полупаю. Ради нынешней карьеры Павел Ерокин оставил профессию врача. Конечно, это не единственный случай, когда в мир моды люди попадали не из дизайнерских колледжей. Всем известная Коко Шанель серьезно стала осваивать работу модельера в возрасте около 30 лет. Родилась она в бедной семье. Когда Габриэль, настоящей имя Шанель, было 12, ее мать умерла. Отец оставил троих детей и их отправили в приют. Тогда у сироты, выросшей в детском доме, не было будущего. Но Габриэль все равно верила, что сможет покорить этот мир. Будучи вынужденной много лет носить форму, она мечтала одеть всех женщин по-своему. В 20 лет, покинув приют по рекомендации из монастыря, юная Габриэль устроилась помощницей по продаже белья в трикотажном магазине города Мюлен. Но все свое свободное время девушка находилась в ресторане Ротонда. Когда-то перебрав шампанского, Габриэль решила, что ее призвание стать певицей. Однако певческая карьера закончилась так же быстро, как и началась. Воспоминанием осталось сценическое имя, которое к ней приклеилось – Коко. Затем Шанель вышла замуж и смогла открыть для себя прелести богатой и праздной жизни. Все изменилось, когда она познакомилась с другом своего супруга Артуром Кейпелом. Именно ему Коко обязана началом своей карьеры. Он увидел в девушке талант и обещал финансовую поддержку. Коко Шанель стала изготавливать и продавать шляпки. В конце 1910-го она открыла ателье моды Шанель. Так и началось восхождение самой узнаваемой женщины в мире моды. Еще одна модная марка, о которой слышал каждый – Гуччи. Ее основатель Гуччио Гуччи также родился в небогатой итальянской семье. В поисках лучшей жизни он покинул нищую Италию и переехал в Лондон. Тогда ему удалось устроиться в шикарный отель швейцаром. Целыми днями молодой Гуччио любовался красиво одетыми людьми. Он прожил в Лондоне до 1921 года, пока не потерял работу. Но ему не пришлось сильно расстраиваться. Гуччи вернулся в Италию с суммой в 30 тысяч лир, что для его страны тогда было огромной суммой. Именно тогда у него зародилась идея создания модной линии кожаных изделий. Прежде всего дальновидный Гуччио Гуччи разработал логотип из двух букв G. Изделия Гуччи делались вручную и пользовались большим спросом у местной аристократии. А запатентованная тесьма из красных и зеленых полосок впоследствии стала классическим элементом дизайна. Я не жалею о том, что бросил медицину, что ушел. Потому что медицина очень тяжелая стезя, скажем так. И особенно с нашим дурдомом в здравоохранении, что там творится тоже. Не хотел бы вернуться. Если бы раньше вернулся, сейчас не вернусь, конечно. Вернулся в платную медицину, в частную и так далее. Я интересуюсь медициной также. Много читаю по медицине. Я люблю медицину. Несмотря на то, что сейчас только середина дня, на производство Павел уже не вернется. Это не значит, что он не будет работать и заниматься руководством и организацией рабочего процесса. Он давно научился все дела вести по телефону. Тем более, чтобы рабочий процесс продолжался, ему нужны впечатления. А если с утра до ночи погружаться в работу, то творческий потенциал может иссякнуть. Два часа у Павла по плану тренировка в тренажерном зале. Да у меня недавно просветление наступило, где-то вот с год назад, наверное. Я понял, что необязательно ездить каждый день на работу. Что очень многое можно решать по телефону. И технологии позволяют сейчас. Я могу сделать несколько рисунков, сделать фотографии, отправить конструкторам, чтобы процесс шел. Вот. А другие вопросы, экономические, финансовые вопросы, там, управленческие всевозможные, я решаю по телефону. Зато не лишаю себя других радостей жизни. А раньше это было у меня прям вот работа, 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 работа. Я помню, что жизнь проходит, а как бы я ничего не вижу. Не хватает созерцательности в моей жизни. Все бегом, бегом, быстро, 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 быстро. Это гонка постоянная. Можно сделать коллекцию весна-лето. Быстрее не успеваем. Осень-зима, быстрее не успеваем. И годы вот так пролетают. Я считаю, что это плохо. Нужно уделять время всему. Радоваться жизни. Очень много радости. Отдушный для Павла стал спорт. Он старается следить за своим здоровьем. Ведет правильный образ жизни. Не пьет, не курит. Но увлечение спортом для него не просто жизненная необходимость. Это момент единения с собой. Спорт для меня – это наркотик, без которого не могу. Если я не занимаюсь спортом, у меня наступает ломка, дискомфорт. Есть люди разные. Есть люди, у которых количество феротонин, гормонов радости всевозможных в крови и так много. У меня, видимо, их не очень много. Поэтому я, когда занимаюсь спортом, получаю хорошую нагрузку или тяжелую нагрузку. Я испытываю радость. Я человек примитивный, наверное. У меня работа и спорт в основном. Я то без чего не могу. Спорт – это для меня не вынужденная мера какая-то, куда я должен ходить. Это моя радость. Обычно в нашей программе герой обязательно рассказывает о семье, показывает ее традиции и уклад. Семья нашего сегодняшнего героя необычна. Три его сына уже выросли и уехали из родного дома. Он скучает по ним и старается чаще с ними видеться. У них общее спортивное увлечение. Они на одной волне. И сейчас у Павла началась вторая молодость. Это можно связать с тем, что он одевает молодых, знает их и живет их ценностями. Но еще он готов к экспериментам, даже таким, как стендап. И они мне говорят, нечего шастать по клубам. Ничего там хорошего не найдешь. А где найдешь? Мне что, днем по офисам шлятся? Ну, в принципе, можно представить. Приходишь, так, тут-тук, скажешь, так, здравствуйте, там. Говорят, не то, не то. Где-нибудь. Обычному человеку это может показаться мало связанными понятиями. Но для творческого человека такое хобби еще один источник вдохновения. Еще одно из серьезных увлечений Павла – футбол. Играют они каждую неделю и в любую погоду. Настоящий мужской клуб. Им даже многие завидуют. Павел смог выстроить свою жизнь по-своему, не боялся рисковать. К тому же он учит и своих сыновей, показывая своим примером, что мир открыт. Нужно быть уверенным в своих силах, и тогда все получится. Семью не заметит никто, конечно. Я скучаю по сыновьям. Это нормально. Но они приезжают, мы видим, я часто бываю в Москве. Мы тоже видимся, постоянно видимся. Недавно мы вместе ездили отдыхать. Вот, в Сёрфвиле, в Малайзии, черти где. Это просто радость. Я просто люблю любую движуху. Я еще увлекаюсь пляжным волейболом. Я еще люблю сноуборд. Я люблю... да разные. Я знаю, чем буду заниматься в старости. Я буду играть в керлинг. Мне нравится. Это мое. Когда я буду передвигаться, я буду швабру тереть. Лишь бы что-то делать. Потому что движение – это жизнь. Малайзии. Субтитры подогнал «Симон»